Вы смотрите итоговый выпуск программы Дефакто. События и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Жара, утомляемость и потеря внимания в Гомельской области отмечается рост ДТП. Не остановился по требованию инспекторы открыли огонь по колесам машины, которую управлял 15-летний подросток. Зреет конопля, но правоохранители на страже. Новый укос дурман травы в Гомельском районе. Столкнулись с плавучим краном. Репортаж о нарушениях на рыбалке и безопасности отдыхающих. Какие правила нужно соблюдать в зоне пограничного контроля и каковы планы по совершенствованию охраны рубежей у пограничников. Разговор с заместителем начальника Гомельской пограничной группы Сергеем Свинтецким. Оставайтесь на Беларусь 4. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. В субботу около пяти утра в Жлобинском районе 45-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf на 200-м километре автодороги М5 Минск-Гомель, съехал на обочину, после чего на скорости вернулся на проезжую часть. Не удержал машину и съехал в Кювет, где протаранил дорожный знак. Водитель с травмами был госпитализирован. А в четырех километрах от деревни Наспа Будо-Кошелевского района в ДТП пострадали граждане Украины. 44-летний водитель в пути следования не справился с управлением Mitsubishi Pajero, в результате чего съехал в Кювет и опрокинулся. Украинец получил телесное повреждение в виде перелома шейки левого бедра, а ехавший в качестве пассажира его 47-летний соотечественник сломал левую ногу. В Житковическом районе в этот же день около двух часов дня на пятом километре автодороги Житкович и Давид Городок, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 406, съехал на велосипедную дорожку, где на его пути оказалась женщина-велосипедистка, которая двигалась навстречу. В результате наезда женщина получила телесное повреждение, с которыми была доставлена в больницу. Настоящий экшен развернулся на дорогах Речицы и района. Инспекторы ГАИ устроили погоню за автомобилем лянча. В иномарке находились 15-летний водитель и несовершеннолетний пассажир. Сотрудники заметили, что молодые люди не пристегнулись ремнями безопасности. Требования остановиться они проигнорировали и во время погони нарушали правила дорожного движения. После предупреждения был открыт огонь по колесам, иномарка остановилась. Выяснилось, что водитель, гражданин России, приехал погостить к родственникам в Речицу и без спроса взял их машину. 17-летний пассажир также находился в гостях у родных. Проводится проверка. В Центр оперативного управления Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям от вахтера поступило сообщение о задымлении на втором этаже в здании общежития Белорусского государственного университета транспорта по улице Карповича. В общежитии 125 комнат, где проживают 250 человек. Звуковая сигнализация повестила жильцов. Оказалось, на коридоре на втором этаже загорелся письменный стол. ЧП в аэропорту Гомель. Самолет чешской авиакомпании «Таймэйр» совершил аварийную посадку. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Самолет выполнял рейс «Прага-Гомель-Тиват». Предположительно, в один из его двигателей попала птица, что и стало поводом для экстренной посадки. Пострадавших нет. Точная причина инцидента устанавливается. Сотрудники наркоконтроля Гомельского РОВД выявили крупную плантацию дикорастущей конопли. Находилась она рядом с заброшенными фермами вблизи деревни Романовичи на месте бывшей свалки. Территория в 4 гектара почти на четверть была занята плотными рядами наркорастений. Для уничтожения была задействована сельхозтехника КСУП «Тепличный». Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка во всем мире, связанная с распространением вируса COVID-19, повлекла закрытие многими государствами своих границ и внесла существенные коррективы в летний отдых белорусов. Уже без сомнений можно утверждать, что преобладающие большинство наших граждан проведут свои летние отпуска на родине, принимая солнечные ванны на берегах реки и озер. К тому же наплыву отдыхающих способствует жаркая погода. Кто обеспечивает безопасность на пляжах, чего следует опасаться и какие меры применяются к нарушителям общественного порядка – в следующем нашем материале. Купальный сезон ежегодно открывается 1 мая, но по-настоящему теплых и солнечных дней в этом году гумельчанам пришлось ждать больше месяца. Сейчас спасатели освода несут службу в усиленном варианте. Дополнительно открыто 10 сезонных спасательных постов. На работу принято 120 матросов-спасателей. Спасательные станции работают круглосуточно, а такие посты, как этот, только в дневное время. Работа осводовцев, милиции и МЧС направлена на соблюдение и усиление безопасности граждан при посещении водоемов. Ведь не секрет, что некоторые не против выпить спиртного на берегу, забывая, что пляж в купальный сезон является общественным местом. Работники поста Каскал-Озер на сегодняшний день проводят профилактическую, чаще работу с населением, которое купается на озерах. Бывают случаи, когда приходят и со своим свертным, либо пиво берут и выпивают. Мы принимаем меры, естественно, их убираем с пляжа для того, чтобы не допустить гибели людей на воде в пьяном виде. Если кто-то уже не слушается и приходится применять какие-то другие меры, а другие меры – это вызываем наряд милиции, который приезжает и с ними разбирается потом. Уводит ли их, либо штрафует, либо как-то. По крайней мере, мы стараемся, чтобы человек остался в живых. Это самая главная задача, которая перед нами стоит. Однако употребление спиртного на пляжах – не единственная проблема. К примеру, 8 июня в одной из соцсетей появился видеоролик «Парень ради хайпа подвергает себя опасности, с подожженной на себе одеждой бросается в водоем». 17-летний лицеист придумал, как стать популярным. Для этого купил бензин, взял дома старые вещи и отправился на городской пляж. Там юноша переоделся, облился бензином и поджег себя. Однако попытка оказалась неудачной. Огонь погас до того, как парень добежал до воды. Полностью осуществить задуманное у него получилось только с пятого раза. Все действия несовершеннолетнего снял на мобильный телефон его товарищ. Милиция установила личность молодого человека. В отношении горе-хайпера сотрудники Центрального РУВД Гомеля составили административный протокол за мелкое хулиганство. Документ рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте. С ним проводилась профилактическая работа. В минувшее воскресенье примерно в этом же месте около восьми часов утра произошло ЧП. Погиб человек. Буксируемый плавучий кран столкнулся с лодкой, в которой было два рыбака. По предварительной информации, маломерное судно находилось на судоходном пути. Рыбаки, видимо, надеялись, что баржа их объедет. И до последнего не снимались с якоря. От удара корпус лодки проломился, и люди оказались в воде. Один рыбак успел схватиться за цепь баржи и не пострадал, второго затянуло под днище. В состоянии клинической смерти он был извлечен из воды спасателями освода. Реанимирован и в бессознательном состоянии госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. Медики сделали все возможное, однако на следующее утро мужчина скончался. Это первое в этом году чрезвычайное происшествие с участием маломерных судов в Гомельской области. Аварийные ситуации – это когда происходит с участием маломерного судна либо гибель человека, либо получение травмы, либо столкновение маломерных судов. Вот в том году у нас было пять аварийных случаев, погибло у нас три человека. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. В отношении капитана Буксира возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. К слову, для экспертов лето довольно жаркая пора. Именно на этот период приходится наибольшее количество утоплений. И с медицинской точки зрения все они происходят в основном по одному и тому же сценарию. При погружении человека в холодную воду и жарких погодных условиях может наступить рефлекторная остановка сердца и наступить смерть от остановки сердца в воде. Также в случае попадания даже небольших количеств жидкости в дыхательные пути может наступить так называемый ларингоспазм, то есть спазм дыхательных путей, который также препятствует поступлению кислорода в легкие. А также небольшое количество жидкости, попавшее в дыхательные пути, может вызвать общее нарушение дыхания, что ведет к наступлению смерти. Таким образом человек сам не может себе оказать помощь. Наличие алкоголя в крови способствует наступлению рефлекторного и спазму дыхательных путей. Поэтому даже небольшое попадание в жидкости в дыхательные пути, в верхние отделы, при алкогольном опьянении может вызвать необратимый спазм дыхательных путей и наступление смерти. По оперативным данным освода в области с начала года уже утонуло 18 человек, в том числе один несовершеннолетний. Тем не менее специалисты отмечают, что благодаря проводимой профилактической работе данные печальной статистики. Удается сдерживать. В летний период многие владельцы животных запирают их с собой в отпуск. Перевозка питомцев через границу всегда актуальный вопрос. Здесь много тонкостей и нюансов, которые готовы посвятить ветеринарные инспекторы. Однако не все готовы следовать закону. Например, двое украинцев решили перевезти почти 500 птиц в обход правил. Как не стать нарушителем и каким требованиям по перемещению животных через границу нужно следовать, выяснял наш корреспондент Вероника Гамзюкова. История этих птиц облетела все соцсети. На пропускном пункте Боровое у граждан Украины изъяли крупную партию попугаев. Кроме отсутствия документов, ужасали и условия, в которых контрабандисты перевозили птиц. После двух суток в коробках без еды и воды они попали в Жлобинский зоопарк на карантин. По прибытию в зоопарк птицы находились в плачевном состоянии. Стесненные условия, плотность посадки и отсутствие воды сделали свое дело. У птиц наблюдалось обезвоживание, общая слабость, тепловой удар. Работникам зоопарка приходилось вручную отпаивать птиц. Всю ночь держать под обогревателями. За три дня попугаи съели недельный объем корма. В настоящее время все птицы чувствуют себя хорошо. Им была оказана ветеринарная помощь. Окончательный вывод можно будет сделать после результата вкарантирования. Изначально в пункте пропуска были конфискованы 467 особей. Сейчас в зоопарке находится около 300 попугаев, 5 видов. Волнистые, розовощекие, неразлучники, новозеландские какорики, коррелла и розелла. Их цена разнится. Например, рыночная стоимость одного волнистого попугая от 25 до 60 рублей. Остальные в среднем от 90 до 120 рублей. Самый дорогой из изъятых – розелла. Его стоимость от 250 до 400 рублей. Специалисты оценили партию птиц в более чем 12,5 тысяч белорусских рублей. В Гомельской таможне ведется административный процесс по части 1 статьи 14.1 Кодекса Республики Беларусь об административной правонарушении. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 базовых величин. С конфискацией либо без конфискации товара. Пернатые будут находиться в Жлобине до решения суда, который состоится 25 июня. Затем есть два варианта развития событий. Птиц могут оставить для сохранения популяции в зоопарках страны, либо организовать их продажу. Вырученные средства поступят в бюджет. Кстати, контрабанда пернатых зафиксирована не впервые. В 2016 году пограничники Лельческого района остановили «Опель», в котором нашли 440 попугаев. А в 2008 году в Брестской области контрабандист пытался перевезти попугаев прямо на велосипеде. Но когда все пошло не по плану, он бросил клетки и скрылся. К слову, промышляют контрабандисты не только пернатыми. В 2015 году таможенники в пункте оформления Терюха обнаружили в межпотолочном пространстве пассажирского поезда шесть тигровых питонов длиной около 60 сантиметров и шесть молочных змей. Все рептилии были в возрасте от 3 до 6 месяцев. Живой товар принадлежал проводнице. Как пояснила гражданка, весь незаконно перемещаемый товар она планировала передать незнакомым ей людям в город Гомель, Могилев и Санкт-Петербург. Гомельская таможня изъят данный товар. Чтобы у таможни не возникало вопросов при перевозке животных, есть несколько правил. Хозяева должны помнить, что пересекать границу с питомцами можно только через пункты пропуска, в которых присутствуют сотрудники ветеринарной службы. Стоит отметить, что беспошлино можно везти живых животных при условии, что произведено таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации, пройден ветеринарный контроль, перемещаемый товар отнесен к товарам для личного пользования, общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро, и общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 килограмм. В целях сокращения временных затрат на совершение таможенных операций, пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физических лиц, размещенном на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. По всем вопросам прохождения ветеринарного контроля нужно обращаться в Гомельский погранично-контрольный ветеринарный пункт. Согласно единым ветеринарным требованиям перевозить можно двух животных, у которых будет международный паспорт. Также питомцы должны быть чипированы и провакцинированы. В каждой стране, смотря куда вы ввозите, у них свои требования ввоза животных. Поэтому там какие-то разные сроки карантирования животных. Там требования страны на вакцинацию конкретной вакцины, чтобы против бешенства было. Поэтому за консультацией нужно обращаться в определенное консульство, либо учреждения, которые проводят ветеринарный контроль. Для стран в Европейский Союз там нужен специальный сертификат для перемещения животных в Европейский Союз. Также этот сертификат можно получить в городской либо районе ветеринарной станции по месту жительства владельца животного. Ветеринарный сертификат, он действителен в течение 10 дней со дня момента оформления животного до пересечения границы. Чтобы избежать неприятностей на границе и дополнительных затрат перед поездкой, целесообразно сделать чипирование щенку или котенку и завести на него ветеринарный паспорт, как только животное у вас появилось. Затем останется лишь вовремя проводить все положенные вакцинации. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов, Василий Осипцов. Специально для программы «Де-факто». О нарушениях на границе, о чем нужно знать при нахождении в зонах контроля, и какие задачи по совершенствованию охраны рубежей сегодня перед пограничниками. Прямо сейчас в студии программы «Де-факто» поговорим об этом с заместителем начальника Гомельской пограничной группы Сергеем Свинтецким. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Добрый день, уважаемые телезрители. Какие же нарушения чаще всего пресекают военнослужащие Гомельской пограничной группы на государственной границе? Основной мотив нарушителей государственной границы на участке Гомельской пограничной группы – это отсутствие действительных документов на право пересечения государственной границы и осуществление хозяйственной бытовой деятельности. Если вот по примерам разбить, то что это, какие-то нарушения? В основном, в связи с тем, что отсутствуют действительные документы, нарушители пытаются обойти пункты пропуска справа-слева, соответственно, на зеленой границе. Осуществление хозяйственной бытовой деятельности – это включает в себя рыболовство, либо, ну на данный момент это не столь актуально, но те же сборы грибов, ягод и так далее. Ну, здесь имеет место быть неосторожность, наверное, да? А если рассматривать пример того, что люди в обход пунктов пропуска идут, не имея надлежащих документов, то какая ответственность может наступить за данный вид поступка? Ответственность – это нарушение государственной границы, статья 23.29 Кодекса об административных правонарушениях. Какое наказание предусмотрено согласно этой статье? До 50 базовых величин. То есть, в принципе, можно здорово нанести себе удар по карману? Административно, на 100%. Хорошо. Где можно почерпнуть сегодня информацию об обстановке на государственной границе? Информацию об обстановке на государственной границе можно почерпнуть на сайте Государственного пограничного комитета, в разделе «Гомельская пограничная группа» на этом же сайте, на сайтах в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Госпогранкомитета и Гомельской пограничной группы. Кроме этого, есть раздел «Пограничная безопасность» на сайте Гомельского городского исполнительного комитета и районных исполнительных комитетов. Ну, благодаря вам, мне кажется, своевременно и актуально, и не только вам, но и всем средствам массовой информации, изменения в законодательстве и все изменения, касающиеся органов пограничной группы, своевременно доводятся до граждан. Спасибо. Вопрос о пребывании в пограничных зонах всегда волнует население. Вот вы говорили про людей, которые собирают грибы, может быть, осуществляют рыбную ловлю. Что нужно знать и какие правила соблюдать, чтобы, опять же, не попасть под статью? Знаете, согласно закону о государственной границе, у нас есть понятие пограничной зоны и пограничная полоса. Что касается пограничной зоны, то в ней может находиться любой гражданин Республики Беларусь с действительными документами. И это упростило вообще, благодаря руководству Госпогранкомитета, которые активно продвигали эту работу, любой гражданин Республики Беларусь может находиться в пограничной зоне. Что касается пограничной полосы, то въезд туда только в установленных местах, нахождение и пребывание, у гражданина должен быть действительный документ и пропуск. Пограничная полоса часто проходит вдоль водоема, вдоль реки. В том числе. В том числе. Где, скажем так, не прочь порыбачить население? Что им нужно знать? Им необходимо знать, что в ночное время нахождение в пограничной полосе запрещено. И оставлять транспортное средство на дорогах, в ненаселенных пунктах, также запрещено. Не уведомлять подразделения органов пограничной службы о том, что они находятся в пограничной службе, тоже не рекомендуется категорически, потому что за это наступит ответственность. Вообще, если человек знает и исполняет закон о государственной границе, то у него никаких проблем с органами пограничной службы не будет. В Гомельской пограничной группе сформированы новые подразделения. Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, про них. Знаете, Александр, за 4 года службы в Гомельской пограничной группе у нас уже сформировано 6 новых подразделений. 17-18 год – это первые речные пограничные заставы Карповка и Осалевичей. В 19-м году сформирована маневрная группа резервная пограничная застава пограничной комендатуры Лоев, пограничная застава Семеновка. И в этом году приступила к охране государственной границы пограничная застава Хойники. Я уверен, что это будет вообще горло с органов пограничной службы. Почему? Особенность пограничной заставы – она охраняет государственную границу в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. И таких совершенных технических средств, оборудования, средств защиты на данный момент, я считаю, что нету нигде в органах пограничной службы и вообще в целом в республике. Но мое, возможно, субъективное мнение. Созданы все условия, современные технические средства охраны государственной границы, развивается система видеонаблюдения и в перспективе вся информация по заповеднику будет выводиться на компьютеры отделения повседневного оперативного мониторинга. Соответственно, мы переходим к этапу не несения постоянного нахождения на государственной границе, а к реагированию на изменение обстановки. Какие планы по совершенствованию охраны рубежей сегодня находятся у пограничников? Знаете, вообще есть такое понятие, как система инженерных сооружений и заграждений. И вот в рамках этой системы активно развиваются рубежи охраны государственной границы. И в перспективе к 2022 году мы полностью оборудуем рубеж охраны государственной границы от реки Сож до границы с Российской Федерацией. Опять же, это новейшие сигнализационные комплексы, сигнализационные системы, которые оборудуются видеонаблюдением и выводится информация на компьютер дежурному по подразделению. Что интересно, на речном участке мы уже оборудовали посты технического наблюдения с радиолокационными станциями, тепловизорами, опять же, видеокамерами и в перспективе еще нескольких таких постов технического наблюдения будут оборудованы. Совершенствуются технические средства охраны государственной границы. Мы идем вперед семимильными шагами. Сергей Евгеньевич, тогда кто может служить на государственной границе и каковы критерии отбора на службу? Что касается срочной военной службы, пожалуй, необходимо это обозначить. Значит, люди, граждане мужского пола, которые достигли 18 лет, состоят в запасе, военно обязанные, но они должны соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям. Что касается контрактной службы, значит, это те же самые военнослужащие срочные службы, которые прослужили более полугода. Это лица мужского пола, достигшие 18 лет на должности солдат, сержантов и старшин. Лица женского пола. Даже такое встречается? Да, есть у нас такое, причем, есть даже такое понятие, лицо границы, женские лица, обаяние границы. Ну, тут хочу дополнить, что, опять же, все вышеперечисленные, они должны соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям, и, кроме того, они должны, соответственно, пройти проверку на свою профпригодность. На контракт призываем до 35 лет. Ну что ж, Сергей Евгеньевич, я благодарю вас за конструктивный, содержательный разговор. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» – видеоподборка происшествий, которые попали в объективы мобильных телефонов, камер наблюдения и регистраторов. Москвичи стали свидетелями перестрелки между водителем и полицейскими. Огонь открыл таксист. По предварительным данным, он был пьян и под действием наркотиков. Водитель сначала выстрелил в одного полицейского, выбежавшего из машины. Сотрудник упал, и на помощь ему выбежал второй, который открыл ответный огонь по нападавшему. Стрелок был ранен в живот. В результате перестрелки правоохранители получили тяжелые ранения, а стрелок умер в больнице. Многометровый душ-фонтан заработал в Нижнем Новгороде. Бьющий из-под земли поток воды сформировался из-за коммунальной аварии. Причиной стало повреждение трубопровода. В результате жители ближайших улиц остались без горячей воды. Ликвидировать порыв удалось лишь на утро следующего дня. Очевидцами этого видео стали белорусы. Жители Гродно засняли мини-торнадо. Небольшой вихрь гулял по полю, а вскоре и вовсе растворился. Обошлось без разрушительных последствий. Свидетелями такого природного явления жители Синеокой, по данным экологов, становятся регулярно. Как правило, разрушения от подобных вихрей в нашей стране нет. Однако сам факт постоянства появления торнадо говорит скорее о возможных изменениях в климате. Стаи диких свиней потерпела фиаско при попытке пересечь оживленную трассу в России. Как отмечают очевидцы, каванов заметили, когда те пересекали автомагистраль. На кадрах видно, что несколько животных пытаются пролезть под разделительным барьером. Но проезжавшие машины их спугнули. Животные ринулись в противоположную сторону и едва не угодили под колеса легковушки. А к жительнице Канады в гости пришло семейство медведей. Хозяйка дома рассказывает, что утром она вышла в отбор выпить кофе и через пару минут на участок заявилась медведица с медвежатами. Вряд ли они пришли на запах кофе, скорее косолапых разбирала любопытство. Малыши тут же принялись все изучать. В подписи к видео девушка пояснила, что их берлога находится неподалеку. И такое соседство – один из недостатков жизни в горах. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!